Как правильнее поступить молодой женщине с грудным ребенком, у которой муж не стремится найти работу? Живут с семьей мужа. Ну, это не просто так, муж не стремится. То есть если муж склонен к паразитизму, не хочет работать, то этот паразитизм появился не на пустом месте. То есть если человек не хочет ничего делать, то ресурсы будут заканчиваться. То есть ему надо показать, что ресурсы заканчиваются и простимулировать его. Либо сделать это как женщина, либо привлечь к этому другие силы. Родственников, каких-то близких, знакомых, друзей, социальные структуры. Возможно, этот человек не занимается какой-то деятельностью, что эта деятельность ему не интересна. Надо еще разобраться во всех деталях. Может быть, у человека какой-то шок, может быть, у него заболевание. Может быть, он всю жизнь работал где-то в таких местах, что сколько не работает, только потеря силы и энергии. То есть любая работа, она приводит к результату накопления какого-то потенциала, обеспечения чего-то, создания чего-то. Надо смотреть причины, почему он этим не занимается. В чем причины этого? То есть это паразитизм внутренний, либо это что-то еще. Надо для него в такие создать условия, чтобы он вынужден был работать. То есть есть, когда человек, скажем так, договаривается с близким человеком, есть ситуация, когда человек превращается уже в паразита. То есть он превращается в человека, не воспринимающего действительность. Тогда нужно привлекать те силы, которые его в этом плане простимулируют. Это вопрос уже воспитательно-принудительный. То есть или это весь механизм принудительно-воспитательный. Ваша задача не принуждать его к паразитизму. Это вопрос очень непростой. То есть если этот человек пришел в вашу жизнь, то это произошло не случайно. Если этот человек паразитирует в вашей семье, то что-то было в вас, что это притянуло. Может, ваша склонность какая-то скрытая к паразитизму. Какие-то ваши кармические вещи. Что-то в вашем мировоззрении. Например, склонность паразитов кормить. Сейчас в Европе есть такая паразитическая тенденция. Например, в Европе цыгане не работают. Они вообще могут не работать. Они достигают 18 лет в Финляндии, и они становятся пенсионерами. Типа цыгане, исчезающая нация, надо их, чтобы она, скажем так, не исчезла. Кому они нужны? Никому они не нужны. То есть ни одна страна, может быть, за исключением самой Румынии, которая как бы является родиной цыган, они не нужны, эти цыганы, ни как социальная составляющая, ни как культурная составляющая. Понятно, что за этим стоит паразитическая система, которая использует цыган как определенный механизм. То есть если в человеке возникает по тем или иным причинам какой-то паразитический механизм, надо найти способ, чтобы этот механизм на уровне мировоззрения, в первую очередь, скажем так, от этого механизма, от этой тенденции избавиться. Понять, почему с человеком это происходит, и простимулировать его чем-то заниматься. Возможно, человеку нужно найти ту работу, которая ему будет нравиться, то занятие, которое ему будет нравиться, которое будет, в общем-то, обеспечивать вашу семью. То есть с человеком, в первую очередь, надо договориться. То есть если человек никакого не хочет, это может быть, например, причины пьянки, наркомании, компьютерных игр. То есть когда на человеке есть определенные демонические существа, и они, в общем-то, не заинтересованы, чтобы энергия человека уходила на что-то социально полезное. Поэтому каждую ситуацию надо индивидуально рассматривать. В этом плане нужен человек, который будет этим заниматься. Надо понять, почему человек этим не занимается. Возможно, вы этому простимулировали. Причем вы простимулировали это, даже не понимая. Надо понять, какой возраст у человека, в какой-нибудь семье вырос. Пытался ли этим заниматься? Зачастую это происходит у детей, у которых были богатые родители. Богатые родители, они с детства, скажем, были приучены к паразитизму. Это бывает тогда, когда человек работал, и работа, скажем так, у него забирала все силы и не приносила никакого результата. И у него, если появляется возможность паразитировать, это начинает происходить. Нечто подобная тенденция была после войны в России, когда деревенские стали приходить в город и, например, шли работать в милицию. То есть, и тогда кадровая элита милиции, она исчезла, и взамен появились, в общем-то, деревенские, которые ни по психическим, ни по духовно-народственным понятиям не соответствовали образу милиции. Они устали от тяжелой работы, которая была тогда, скажем так, в сельской области, поскольку Сталин сильно эксплуатировал крестьянство, то есть, фактически, из них рабов сделал. И люди хотели просто отдохнуть от этой жизни. Они уходили в милицию. Но в милицию, естественно, они уже работать не хотели. То есть, они пришли в милицию ради того, чтобы отдыхать, а ради того, чтобы работать. А в милиции – это работа не меньше, чем, я не знаю, как у слесаря, работа, чем у сантехника, чем у столевара или учителя. То есть, это работа ничуть не менее простая. Конечно, человек выполняет свою работу полноценно, и относится к этому как о работе, а не как способу наживы. Поэтому дать вам такой стопроцентный ответ, что нужно делать, надо исследовать самого человека. То есть, есть человек, который этим вопросом занимается. В социальной структуре всегда есть люди, которые этим занимаются. Если человек не хочет работать, то есть, нужно простимулировать его к этому, разобраться, почему. Я понимаю, что вы, обращаясь к нам, скажем так, к вопросам, хотите у нас получить какой-то механизм, который вы сами будете использовать. Поэтому какие-то вещи я сейчас, конечно, должен вам дать. Первое и самое важное, вы должны для себя спросить, что вы его не стимулируете чем-то к паразитизму. Вот себя спросите. Не стимулирую ли я этого человека к паразитизму? Чем вы можете его стимулировать? Давать ему возможность жить таким способом. То есть, что вы можете сделать, чтобы не стимулировать в нем паразитизму? То есть, если человек может прийти, лежать на диване, есть, спать, писать, и ничего не делать, вообще ничего не делать, то есть, никак не вносить. То есть, кто-то это поощряет. Не являетесь этим поощрителем вы. Если вы этим поощрителем являетесь, то это ситуация, в которой он это не может делать. И желательно, скажем так, не идти в прямой виде агрессию, а попытаться с человеком договориться. Если человек не хочет, то надо начать применять системы воздействия какие-то. То есть, социальные системы воздействия. Если человек не хочет работать и не хочет, как я понимаю, что он член семьи, то он должен семью носить как какой-то ресурс. Если он не хочет принципиально носить, он вам не годится как партнер, то есть он не годится вам как супруг, он не годится как воспитали ваших детей. И это ему должны объяснить. Если вы сами это не можете объяснить, то найдите кого-то, кто вам это объяснит. Причина может быть в вас, причина может быть в этом человеке, причина вас в любом случае. Если человек к вам притянулся, то в любом случае есть причина. Причина либо вы сами когда-либо паразитировали, может быть даже на этом человеке, либо когда вы склонны такого паразита терпеть, кормить паразиты. Пока вы сегодня отработаете это качество, то есть склонность кормить паразита, паразиты будут притягиваться. Разного рода паразита. Те, кто занимает деньги и не отдает, либо те, кто постимулирует вас сделать ту работу, которую они должны делать. Они бывают и на работе, они могут быть и соседями, они могут быть и родственниками, Они могут быть и детьми, которые паразитируют на родителях. Ребенка с детства нужно приучать решать свои вопросы самому. Желательно это делать в игровой форме и объяснить, почему это делается, как это делается, чтобы ребенку еще было интересно. И ребенок должен всегда видеть результат своей деятельности. Он что-то сделает, что-то получается. Видеть отношение к нему, когда он эти вещи выполняет. Если вы уже взрослый человек, его точно так же нужно воспитывать. Если вы понимаете, что у вас нет ресурса воспитания, то ищите ресурс воспитания извне. Тут очень важно понимать о возрасте человека. Если у человека нет пристрастия к компьютерным играм, к наркотикам, то есть еще какая-то причина. Если человек не был склонен паразитировать, когда он жил у богатых родителей, например, надо смотреть, где эти корни. Я, в общем-то, рекомендовал вам обратиться к психологу и, возможно, к социальным службам. Ваша задача – дать понять человеку, что если он хочет жить в семье, ему нужно быть участником семьи, а не паразитом. Если он не хочет быть паразитом, он останется один. Проблема еще в том, что такой человек не сможет воспитать вашего ребенка, потому что он будет для ребенка очень плохим примером. Он не будет для ребенка воспитателя. Помочь этому человеку можно еще тем, что найти для него то занятие, которое бы ему нравилось, которое, предположим, приносило бы доход какой-то, то есть создало бы ситуацию, когда человек бы работал. И при этом, как скажем так, у него не было бы стресса связано с работой, который он не в состоянии перенести, пережить, переосмыслить. Есть такой способ. Вообще, это мужчина должен делать сам. Если он не делает сам, нужно привлечь силы, которые помогут лично вы, это его родители, если они есть, друзья, родственники, либо социальные какие-то механизмы, которые существуют. Есть и люди, которые делают за деньги, но это, как правило, каких-то ресурсов стоит. Нужно понимать, что вы с этим справляетесь. Вот когда классические механизмы, через что это решаются. Григорий, вы пытались минут даже на 10, поэтому если ты… Бывают случаи, когда это является следствием магии, но, я думаю, не вашей случаи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok